Разберется, подумает. Возможно, мы же не знаем, так получилось, что мы с вами не живем в городе Пугачево, я там, честно говоря, даже не был ни разу. Вполне вероятно, что во взаимоотношениях русского населения и чеченского населения в городе Пугачево были какие-то другие конфликты. Раньше. И, может быть, не такие трагические. И те же самые правоохранительные органы, следственный комитет, полиция по-другому смотрели на ситуацию. И какие-то дела закрывали, какие-то дела не открывали, какие-то конфликты делали видеть, что их не было. Мы же не знаем всей ситуации. Мы знаем, что только для нас СМИ донесли вот эту последнюю точку. И мы не знаем всей предыстории. Мне кажется, что основной момент – это недоверие к правоохранительному органу. Население не верит, что вот эти силовики... Они понимают, что это силовики, что вот сила у них есть. Сила, дубинки, ОМОН, там, все что угодно, щиты. Все у них есть. У них мозгов нету и доверия населения нету. А если у населения нет доверия, оно идет и занимается тем, чем может. Оно привлекает внимание. Перекрытие федеральной трассы автомобиля – это привлечение внимания. Это привлечение внимания властей. Ну, хоть кто-то появитесь, разберитесь в этой ситуации до конца. От начала до конца. Возможно, что за самим убийством действительно ничего не стояло. Но мне кажется, что убийство – это вот просто та капля, которая переполнена чашу тех событий, которые мы не знаем. – Кому апеллировать в такой ситуации? Писать Путину? – Государству. – Так они даже части государства? – Нет, они апеллировали государству. А государство, государство, оно же многогранное, да, у него много голов, у него много там, якобы есть эти сдержки противовеса. Первая власть, вторая власть, третья власть, четвертая власть. Вот, ну, хоть как пока отреагировала четвертая власть, средства массовой информации. Они добросовестно начали эту ситуацию освещать, относительно добросовестно. Кто-то больше, кто-то меньше. Дальше государство должно между собой договориться, вот, мы будем с этой ситуацией разбираться по-честному. Так, чтобы нам поверили. Или опять замажем, или опять вот там, замнем. Самое главное, чтобы не выскочили наружу, чтобы ваши перекрытия не было, да, чтобы на федеральных телеканалах, не дай бог, ничего не показали. Это же зависит от того, чего государство хочет в этой ситуации. На самом деле, вот, межнациональные отношения, это такая вот, к сожалению, не то что тлеющая, мне кажется, разгорающаяся бочка. Ну, потому что то, как себя власть в широком смысле, словом, ведет в части межнациональных отношений, когда можно там все купить, но можно купить открытие уголовного дела, можно купить закрытие уголовного дела, можно купить разрешение на отношение оружия, можно купить разрешение на применение огнестрельного оружия, можно боевикам и бандитам раздать удостоверение сотрудников правоохранительных органов. Кому-то это можно, а кому-то нельзя. Ведь люди же у нас не дураки, они все это видят, они все это понимают. И вот любой конфликт, связанный с трагическими событиями, готов поверить, никакой подоплюки, возможно, там не было. Но накопленная история, она заставляет наше население, наш народ думать по-другому. Сергей Алексашенко в программе «Особо мнение». Давайте про выборы в Москве поговорим. Сегодня уже финальная стадия приема заявок от кандидатов на участие в выборах мэра столицы. В данный момент Алексей Навальный идет в Мосгорсберком в сопровождении своих сторонников. Сторонников и пара овощей, да, и пара бутафорских бананов-помидоров. Тут разгорелась дискуссия. После того, как Сергей Собянин обратился к муниципальным депутатам, и в частности Единороссом сказал, что, пожалуйста, я прошу вас, отдавайте свои голоса не только за меня, но и за моих возможных конкурентов, возник вопрос, брать такие подписи или не брать. Потому что, с одной стороны, участие Навального, ну и других тоже кандидатов делают эти выборы вроде как более легитимными. Но тут же появились люди, которые говорят, да нет, они же изначально не легитимные, как же можно на это все соглашаться. Как быть в этой ситуации? Ну, давайте начнем с того, что нужно отдать должность Сергею Собянину. У меня нет ни малейших сомнений в том, что идея передачи голосов муниципальных депутатов принадлежит лично ему. И никакой Кремль это не оркестрировал, ни с кем он в Кремле не согласовывал. Вот ему лично показалось, что так правильно. И это означает, что даже в «Единой России» есть трезвомыслящие люди, которые понимают, что муниципальный фильтр в нынешней ситуации – это идиотизм. По сути дела Сергей Собянин отменил муниципальный фильтр, ну, там не для всех, но для одного из кандидатов, который не имел никаких шансов набрать эти 110 голосов. Потому что если бы муниципальные депутаты, представляющие «Единой России», уперлись и получили команду не подписывать, наверное, Алексей Навальный планку 110 бы не перешел, а если бы перешел, то там штук пять подписей лишних признали бы фальшивыми, подкупленными и так далее. И Сергей Собянин взял на себя такую «де-факто отменить закон в Москве» в муниципальном фильтре. И надо сказать, что с точки зрения демократизации выборов, повышения доверия к выборам, он сделал правильно. Следующий вопрос правильно сделал Алексей Навальный, приняв эти глаза. Я считаю, что правильно. Если Алексей Навальный хочет стать политиком, а, видимо, он этого хочет, по крайней мере, на своих амбициях заявляет, он к каждому своему шагу должен относиться абсолютно серьезно. И, как это говорят, за базар нужно отвечать. Когда Алексей Навальный заявил о том, что он хочет выдвигаться в мэра Москвы, он должен был понимать, что этот путь ему нужно пройти до конца. Он должен был быть готов к тому, что он будет участвовать во всей выборной кампании. Да, шансы на это были невелики. Да, вероятность того, что он не пройдет в муниципальный фильтр, изначально оценивалась, не знаю, там как, близко к 100%. Но политика-то есть искусство возможного. Вот так сложились карты. Вот что-то такое случилось, что такое подвинулось. Видите, как мышь проскользнула. На, вот по правой бровке пробежала мышь. И Алексей Навальный получил право участия в федеральных выборах. И тут, посмотрите, он говорит, слушайте, а я не хочу. Ну, в выборах мэра Москвы, да, третьей позначенности выбора в стране. И тут Алексей Навальный говорит, слушайте, а я не хочу в них участвовать. Нечестно это. Я-то думал, что мне поставят в блок, и я буду биться, вот там, не знаю, как барана новые ворота, как орох об стенку, и доказывать всем, что муниципальный фильтр препятствует мне, а я там такой, и меня не пускали на выборы. Меня пустили. Вот. И я говорю, нет, нет, ребят, нечестно. Нечестно. Вы мне обещали, что будут стоять ворота, и что я дальше этих ворот пройти не смогу. Он говорит, да парень, да нет ворота, иди участвуй. Иди участвуй. Смелый? Пожалуйста. Политик? Пожалуйста. Вот он должен, Алексей Навальный, должен доказать, что он политик. Потому что политик, человек нацеленный на победу. А победа на выборах. Для него это первые выборы, в которых он будет участвовать вообще. Да? Такие вот. И слава богу. Я считаю, что вот человеку повезло, как политику, Алексею Навальному дико повезло. Для него открылось окно возможностей. Независимо от того, что там будет проходить 18-го числа в Кирове, у него есть окно возможностей. У политиков не очень часто бывают такие окошки. Не часто бывают возможности. Или проще все сказать, нет, слушайте, не могу поступиться принципами. Да не правда это. Барьер. Я хотел, я не хотел прыгать через барьер. Я-то думал, что я подойду к барьеру так, а потом буду обличать тех, кто этот барьер поставил. Некоторые, так скажем, коллеги по оппозиции, они вот примерно так и думают, что надо было разворачиваться и уходить. Вот некоторые коллеги по оппозиции, пусть сами выдвигаются на какие-нибудь выборы и сами принимают решения политические. Вот критиковать, как каждый меняет себя стратегом, видя бой со стороны. Вот критиковать другого легче легкого. Особенно в оппозиции. Оппозиции любят критиковать своих партнеров, своих сторонников, единомышленников. Да, вот делиться, не знаю, на маленькие лагеря, контрлагеря и выставить врагов у себя внутри. Вот мне кажется, что люди, которые сейчас пытаются объяснить Алексею Навальному, потому что он поступил неправильно, должны на следующий выбор пойти сами и продемонстрировать, как правильно. Покажите, как правильно. Если это неправильно, покажите, как вы, как политики, собираетесь победить. Не используя тех шансов, которые у вас есть. А в целом, впечатления от этой компании и какие-то ожидания от выборов, насколько действительно их постараются сделать прозрачными, открытыми. Не знаю. Результат очень важен. Москва, как вы сами сказали, это третья по значимости. Значит, я исхожу из следующего. Первое. Алексей, извините, Сергей Собянин не боится выборов. Он участвовал в выборах, он побеждал в сложнейших выборах в Тюменской области против действующего губернатора. Он проходил через выборы, он знает, что это такое, он их не боится. Он себя чувствует абсолютно комфортно на выборах, и он себя, мне кажется, чувствует абсолютно комфортно на этих московских выборах. По крайней мере, он пока не проявляет никакой нервозности и не проявляет истерики. Выборы, выборы. Второе. Думаю, что решение о досрочных выборах, вот так же, как и решение об отмене муниципального фильтра для Навального, принимал лично Сергей Собянин. Он хорошо понимал, что для него ключевой соперник это Прохоров, и решение о досрочных выборах он изящно обыграл Михаила Дмитриевича. Очень изящно. Вот взял и обыграл. Ну, это же правда, да? Вот он сделал так, что Прохоров сам не смог выдвинуться. Кто же Собянин-то здесь ни при чем, правда? Прохоров, ну кто... Надо было быть патриотом, надо было там изначально все активы там. Это же не честно. Стоп. Стоп. Подождите, а почему политика – дело грязное? Политика – дело грязное. Собянин этически, мы понимаем, да, что он подыграл себе. Он использовал те возможности, которые у него были. Да, да, некрасиво. Да, возможно, это там вот не совсем правильно. Но у него была задача победить на выборах. Ну, победить на выборах первого, Прохорова. Вот он его победил. Победил до начала выборов. Дальше Сергей Собянин занимается тем, что обеспечивает себе, ну, большую легитимность. Да, он понимает, что вот, ну, если нет Прохорова, а если еще, не дай бог, не будет Собянина, то, ну, по Навальному, что-то я их сегодня все время путаю. Не к добру. Это для кого-то из них... Да, для кого-то из них это не к добру будет. Точно совершенно. Вот. Если не будет еще и Навального, то о легитимности московских выборов можно будет забыть. Да, потому что очень большой сегмент, собственно говоря, вот тех протестных настроений, тех самых рассерженных горожан, которые полтора года назад выходили на улицы Москвы, у них не будет своего кандидата на этих выборах. И Собянин, будучи политиком, будучи... Он принимает политическое решение, да. Я допускаю, лично беру на себя ответственность, за то, что допускаю вот кандидата, представляющего интересы, который является привлекательным для вот этих рассерженных горожан, я разрешаю, даю ему разрешение, даю ему лицензию на выборы. Пусть идет. Он повышает доверие к выборам. Да, ну, то есть, одна ситуация, когда нет ни Навального, ни Прохорова, другая, когда нет Прохора, но есть Навальный. Повышает мое личное доверие к выборам. Да, повышает. Дальше будем смотреть, что будет происходить с агитацией, с доступом к телевизиению, с расходованием или не расходованием большого количества денег. Я все понимаю, что Московский разбирком не будет особо тщательно следить за расходованием бюджета, там, например, выбором на компанию господина Собянина. Дальше будет ли использовать Сергей Семенович ресурс свой, как мэра административный, служебную машину, своих помощников, секретарш, который будет из его рабочего кабинета, из своего рабочего. Важнее телевизор, по-моему. Все важно. Все важно. Вот дальше, он пытается хотя бы как-то отстраниться от своих административных возможностей. Предоставит ли Навальным более или менее равные права доступа к телевизору. Навальный и другим кандидатам тоже. Дальше, Собянин пошел по пути отмены открепительных удостоверений. Повышает доверие к выборам? Да, повышает. Может он еще что-то сделать для повышения доверия к выборам? Наверное, может. Захочет? Посмотрим. Давайте немного про болотное дело поговорим. Продолжаются заседания. Сегодня суд продлил арест одному из фигурантов, Михаилу Косенко. Косенко и там же выступал сегодня один из свидетелей, который сказал, что депутат Госдумы Илья Пономарев участвовал в организации беспорядков на Болотной площади. Это Дмитрий Дениченко, начальник Центра специального назначения оперативного реагирования московского ГУВД. Вот он, значит, судей сегодня говорил о причастности Ильи Пономарева к организации этих событий. Как-то болотное дело, по-моему, не сильно в фокусе внимания. Почему так? Кого? Ну, например, СМИ. Или если посмотреть, что там... журналисты, журналисты не обязаны поддерживать, журналисты обязаны освещать. Давайте это говорить честно, что... Нет, ну, понятно. Я это говорю через запятую. Через запятую. Процесс болотного дела будет намного более длинным, чем процесс по делу Киров-Леса. Ну, хотя бы потому, что там количество обвиняемых больше. Просто количество технических процедур. Я не... Все понимаю. Там... Людям от этого не легче, которые сидят за решеткой, да, во время этих технических процедур. Протоколы, чтения и так далее, и так далее. Там, не знаю, всякие... И переключка 12 лет. Да, 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 да. Это все будет гораздо дольше. Да, и вот... Ну, это даже... Это не спринт, ни 100 метровка, там, ни 800 метров. Это марафон какой-то такой длинный. Никто не знает... На сегодня, я думаю, вам никто не скажет, сколько времени этот процесс может занять. Ну, он по своим масштабам и последствиям, он важнее, чем дело Киров-Леса? Вот для вас. Не знаю. Нет, Татьяна, смотрите, смотрите, для меня, для меня... Вот процесс Киров-Леса, я вам уже сказал, мое отношение, да? Вот если поверить, что Алексею Навальному за это дело дадут, признают его виновным, независимо от того, какое наказание ему дадут. Даже если там 10 часов общественных работ. Вот если его признают виновным по этому делу, то это означает, что любая сделка по покупке чего бы то ни было может быть признана хищением. Вот в чем смысл обвинения Киров-Леса. Авиатская лесная компания купила у Киров-Леса лесоматериалы, заплатила деньги, о чем есть все документы, обвинение двум людям, и директору компании, и Навальному, который вообще непонятно, какое отношение к этой сделке имел, что они украли лес. Они похитили лес. Да, причем вот весь лес, который компания купила, на все 16,5 миллионов рублей. Вот я вам говорю, не случайно. И если бы там в России было прецедентное право, то это означает, что любого человека, который пошел в магазин и что-то купил, можно посадить в тюрьму. Вот просто любого. Для меня это очевидно, что процесс носит абсолютно заказной политический характер. И что, вообще-то говорят, следствие нисколько не сомневается в успехе своей задумки. То есть они настолько абсурдны. Ведь даже Навального обвиняют, вот в случае Почта России, еще одно дело, там хотя бы обвиняют в том, что они заработали прибыль. Да, ну там еще вот, я не говорю, что там есть смысл, но обвиняют в том, что заработали прибыль, как-то бизнесом запрещено заниматься. А здесь запрещено вообще кому бы то ни было, что бы то ни было покупать. Значит, вот с этой точки зрения это абсолютно ничем не прикрытое политическое расправа. Дело болотное, и там, вот собственно говоря, если представить себе идеальную некую конструкцию честного суда, справедливого, равенства сторон, то единственное разумное и рациональное решение этого суда, Алексея Навального, оправдать, да, и там с определением, в адрес Следственного комитета и прокуратуры, которые такую хрень допустили до судебного процесса. Дело о болотной, болотное, оно сложнее. Оно сложнее в том, что, как моя личная точка зрения, там, мое понимание состоит в том, что следствие рассмотрело только одну часть событий, которые происходили на болотной площади. Да, и я готов поверить, что люди, которые вот там находятся сегодня в состоянии обвиняемых, действительно, есть видеосъемки, что кто-то из них что-то кричал, кто-то из них, возможно, что-то бросал, кто-то из них переворачивал туалеты. Готов поверить, что это все так и готов поверить, что все это было. Но, мы же понимаем, что события на болотной площади не этим ограничивались, не с этого начинались, а начинались совсем, была и другая страна, которая, опять, по моему суждению, спровоцировала эту ситуацию. Начав от того, что отменили те согласования по правилам проведения митинга, изменив маршрут, никого об этом не поставив в известность. Есть массовые свидетельства о том, что были провокаторы на этом мероприятии и так далее. То есть, есть масса фактов, которые суд и следствие не рассматривают. И вот, если бы суд был, опять, честный, справедливый, то он постепенно должен был бы вот все эти факторы вовлечь в себя. И начать эту ситуацию рассматривать по-другому. Поэтому вот ситуация с болотным делом, она там, там есть, там по большому счету есть состав преступления, только он с другой стороны. Там была провокация, политическая провокация полиции. Но это тоже политическая. Подождите, Татьяна, задача, задача суда расследоваться факт. У меня справились, если... У меня спрашиваете, вот черное-белое. Факт преступления был? Я говорю, был, только он был по-другому. Преступление состояло в том, что была политическая провокация со стороны полиции и прекращение своих служебных полномочий. То есть, это не применение, неоправление, или вот в чем состояло преступления. И суд должен это расследовать, разбираться в этом. Вот, поэтому в Болотном деле состав преступления есть, но он остается вне внимания суда. В Кирове нет, в Кировском деле там состава преступления просто нет. Давайте мы сейчас прервемся буквально на три минуты. Я напомню, что в особом мнении сегодня выступает Сергей Алексашенко, а после небольшой паузы мы поговорим о состоянии российской науки. Илья Навального задерживает. С нами на связи находится Илья Рождественский. Илья, скажи, пожалуйста, что там сейчас происходит? Да, Ирина, добрый день. Вы знаете, Алексей Навальный успел только выйти из здания Мосгородского комму, где он был зарегистрирован. Он начал произносить небольшую речь на ступенях этого здания. В этот момент его окружало примерно 200 его сторонников и журналисты. В этот момент подошли сотрудники полиции, расстекли толпу, вывозили буквально Навального и сейчас он находится в автозаке, он задержан. Сторонники Алексея Навального сейчас блокировали этот автозак, который стоит на Маховой улице и не дает ему уехать. Ирина? Да, спасибо, Илья. Это был наш корреспондент Илья Рождественский. Он находится возле Мосгорисберкома, где депутат, где, простите, кандидаты на пост мэра Москвы сдают свои подписи и сообщается, что Алексей Навальный задержан. Власти Пугачевского района Саратовской области рекомендуют местным бизнесменам приостановить до 19 июля продажу алкоголя, поскольку в городе не утихают волнения после убийства десантника. Инцидент произошел в минувшую субботу. 16-летний уроженец Чечни поссорился с местным жителем, началась драка, в результате несовершеннолетний нанес скальпелем смертельные ранения своему оппоненту в городе и этот инцидент вызвал большой общественный резонанс. В Москве сейчас 18 градусов, давление 746 миллиметров, влажность 81%. Ирина Кучеренко, служба информации Эхо Москвы. Три, два, один. Реклама. Настоящая работа для настоящих мужчин. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве проводит отбор российских граждан в возрасте... Игра на обострение. Ну, с другой стороны, ну, что сейчас? 16-летний в районе с Чечни... 15 суток, полчатки. 18 числа не успеет войти. Очень хорошо. Без него объявят приговор. И не сможет его откомментировать. И не сможет... Нет, а она почему? На приговор-то можно съездить, да? Он же не обязан быть? Он же не обязан быть на оглашении приговора, правда? Не, я не знал. Доходится в заключение. Прямо в сале. Практика показала. Практика показала. Вот, ну, с одного уровня поместила рейтинги Италии, то есть 3,5-B. Сейчас уровень рейтинга был 3,5-B+. Объясняет это тем, что Италии необходимо стабилизировать свои финансы. Кстати, по рынку циркулируют слухи о возможном снижении рейтинга еще и Испании причин. Продолжаясь программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает Сергей Алексашенко, мы слышали в новостях, что задержан Алексей Навальный, который попытался сказать спасибо своим сторонникам. Ну, я не знаю, Сергей, но вы рассчитываете... Нет, на самом деле, мне кажется, что это очень показательное событие с точки зрения анализа того, что у нас происходит во властных структурах. Власть явно, как сказать, децентрализована, по крайней мере, по данному вопросу. И вот в отношении Навального есть силовые действия, этим занимаются одни люди, есть Навальный как участник выборного процесса в Москве, этим занимаются другие люди. И эти люди между собой никак не согласовывают... Пересекаются. Это разные люди. У них разные задачи. Они по-разному решают. У каждого свое понимание того, что он должен сделать. И, видимо, у них нет никакого арбитра, который готов был бы на себя принять решение, чтобы... То есть, арбитр, например, он есть, но то ли он не обращает на это внимания, то ли они не могут до него достучаться, то ли он говорит, типа, и ты прав, и ты прав. Мы не знаем, что происходит. Но явно вот власть, она, как сказать, разбредается, не будет как пастуха сейчас из этого стада. Каждый делает то, что считает нужным. Но со стороны это выглядит очень странно. Со стороны это выглядит странно, со стороны это выглядит ужасно. Но вот, да, такое государство. Давайте все-таки про науку поговорим, потому что у вас последние две недели не было, а тут много всего произошло. Про реформу урана чуть позже, а интересно... Так, вроде пишут, что выпустили Алексея Навального. Уже выпустили. Из автозакра. Надеюсь, что да. Ну, там он же был блокирован. Но в наших новостях вы услышите все последние новости, сообщения о том, что там происходит с Алексеем Навальным. Так вот, авария с протоном М. произошла. И, ну, такое случается. Все мы знаем. И не только в России. Но удивительно, вчера было сообщение о том, что, судя по всему, виноват, как обычный человеческий фактор. Дядя Вася. Там плюс-минус перепутали. Ну, в таком случае. Бывает. Ну, бывает. Батарейка не тем концом встает. Вот, да. Почему-то, почему-то, правда, этот человек оказался допущенным к запуску протона. И это, по-моему, очень странно. Нет? Или это вполне закономерно для нас? А вы верите этому? А у вас есть поводы не верить этому? А у меня нет поводов верить этому. У меня нет поводов верить государству, которое сообщает что бы то ни было. Я уже говорил об моем отношении к Следственному комитету. Я не верю в Следственному комитету. Не по одному его заявлению. Не по одному делу, которое они возбуждают. Возможно, они даже делают правильную хорошую работу. Там 95% работы, которую они делают, она хорошая. Но вся деятельность Следственного комитета, которая выплескивается в публичную сферу, которая озвучивается генералом Маркиным, она доверия не вызывает. Начиная с того, что он говорит, что преступник такой-то еще до приговора суда, еще там уже совершил преступление, он в этом абсолютно уверен, нарушая Конституцию, которая говорит, что никто не может быть признан преступником, в коем-как по решению суда. Я не доверяю Следственному комитету. Сегодняшняя история, то, что сегодня попало в страницы газет, о компенсации советских вкладов. Да, что вроде до 2020 года. Вопрос политический. Нужно компенсировать, не нужно. Какая позиция правильная? То есть, вот обещать заплатить много и не заплатить никогда, либо пообещать заплатить мало и когда-то заплатить. Не вникаю в суть. Позиция Минфина, там, условно, 4 российских рубля за один советский, цена вопроса 340 миллиардов рублей. А предложение Минэкономики, которое основано на законе, 85 российских рублей за один советский, Минфин говорит, ну, это несколько федеральных бюджетов, несколько годовых федеральных бюджетов. Ну, неправда. Потому что, если вы умножите там 340 на 22, у вас получится там между 7 и 7,5 триллионами рублей, это чуть больше половины годового бюджета. Ну, зачем так врать? Да, вот, вот, мне кажется, что вот эта вот грань между воровством, правдой, быстро отчитаться. Вот, самое главное, быстро отчитаться. Ведь, не надо, не надо разбираться в том, что действительно произошло, готов поверить, что там, вот этот, действительно, плюс с минусом перепутали. Да? Ну, ведь это же не вопрос, что там дядя Васе что-то сделал. Дядя Вася пришел выпивши и не туда воткнул. На дяди Васе есть дядя Коля, который вместо того, чтобы проверить, вышел покурить. А на дяди Коле есть дядя Саша, который еще чего-то такой. И проблема в том, что вот в этом космическом комплексе аварии случаются регулярно, и все они, как правило, упираются в человеческий фактор. Это говорит, что производственная дисциплина, производственная дисциплина в этом комплексе исчезла. Или из похмелья. И вот причины этого, они не обсуждаются. Наказать дядю Васю проще всего. Наказать дядю Васю проще всего. Но посмотрите, вот этим убирается проблема, а почему запуск не был застрахован. Вот, вот просто не был застрахован, и все. Ведь вот хорошо, 4,4 миллиарда рублей, там без малого 150 миллионов долларов, выброшен к коту под хвост. Из-за того, что какой-то чиновник в Минфине, посчитал, что не надо страховать. Да, а думаешь, обычная ракета полетела. Вот если бы там был необычный спутник, мы бы его застраховали. А так, обычный, чего их страховать? Почему с этим никто не разбирается? Вот, мне кажется, что вот объявление, там человеческий фактор перепутали плюс на минус, специально выбрасывается для того, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые действительно там существуют. Действительно в ракетно-космическом комплексе существуют. Поэтому у меня вот, не в том, там дядя Вас или дяди Петя Виноват. Хорошо, давайте тогда про российские вузы. Сегодня стало известно о том, что 15 вузам выдадут по 600 миллионов рублей для того, чтобы они смогли войти в топ-100 мирового рейтинга высших учебных заведений, улучшат, так сказать, свое качество. Насколько это эффективный подход и поможет ли это российским вузам попасть в топ-100? Задачу вхождения в топ-100, ну, конечно, перед российскими вузами ставить надо, но вынуждены огорчить авторов этой идеи. Это стоит гораздо дороже, чем 600 миллионов рублей на один вуз. И непонятно, каждый год будут давать или один раз дадут. 600 миллионов рублей это, без малого, 20 миллионов долларов. Я вспоминаю недавно, где-то недели две назад было большое интервью китайского руководителя, который рассказывал про то, как организовано финансирование китайских университетов, в газетах где-то читал, на скидку не помню. И он рассказывал о том, что китайские университеты получают эндаументы, получают годовое финансирование, которое может исчисляться миллиардом долларов, полтора миллиарда долларов. И вот в этом случае китайские университеты пробиваются в первую сотню. Если вы посмотрите годовые бюджеты университетов, входящих в мировую первую сотню, у них они исчисляются сотнями миллионов долларов. Сотнями. У нас 20. И считается, знаете, как канарейка за копейку, чтобы пелый не ел. Не получится. Не получится. Есть задачи, решение которых стоит дороже. Потому что для того, чтобы войти в сотню, нужно и преподавателей привлекать соответствующих, не только российских. Нужно и учебные программы перестраивать, нужно и сами по себе здания перестраивать, нужно оборудование покупать. И так много чего нужно делать. 20 миллионов явно не хватит. Вот, до, ну, там, 600 миллионов рублей для решения такой задачи. Вот. А самое главное, что, ну, я вижу по своему учебному заведению, где я и работаю, вот у нас главной, главной движущей силой становится бюрократия. Которая постоянно должна о чем-то отчитываться. И запросы на новые справки, отчеты, бумажки, электронные, бумажные, с подписями, без подписи. Вот это растет по какой-то экспоненте. То есть, вот, в принципе, там, деятельность вуза, она идет, вот как она идет, а количество бюрократической работы, которая с этим связана, возрастает. И у всех это отнимает все больше и больше времени. Потому что вуз не самостоятельный, университет не самостоятельен. Он отчитывается перед какому-то Михаилом Ивановичем или Марьей Петровной, который, честно говоря, в образовательном процессе ничего не понимает. Он очень хорошо понимает вот форма такая-то сдана или не сдана, а форма такая заполнена или не заполнена. Поэтому задача вхождения в 100 к 100 правильная, но денег мало и не только в деньгах дело. Про то, что там эффективно, неэффективно, самостоятельно и не самостоятельно. Реформа РАН. Скандал? Скандал за скандалом. На чьей вы стороне здесь? На стороне академиков? Я на стороне академиков. Я на стороне академиков. При всех проблемах, которые существуют в Академии наук, при всех проблемах, связанных с отдельными отделениями, которые действительно может быть подлежат серьезнейшей организации, которые никак даже к слову наук их тяжело приплести, я считаю, что в Российской Академии наук есть большое количество людей, личностей в научном мире, академики, член-коры, которые заслужили это право, заслужили своей работой, заслужили результатами. Кто-то там работает в Академии наук, не знаю, 50 лет, кто-то 15 лет, но у них у всех есть результаты. И они, ну, как минимум, имеют право быть выслушанными. В том, что касается вопроса, как Академия должна управляться, как она должна строиться, как должны делиться ресурсы, которые есть в Академии наук, кто должен принимать решение о распределении ресурсов. Все понятно, что государство выдало некое имущество Академии наук. Понятно, выдало. Но не надо рушить не то, что вы не создавали. Вы хотя бы с теми людьми, которые работают, которые... Ведь Академия наука это не вывеска. Академия наука это вот те люди, которые называются академиками. И мне кажется, что проводить реформу Академии, даже не поговорив с этими людьми, ну, точно совершенно неправильно. Спасибо большое. Это было особое мнение с Сергеем Алексашенко. Эфир для вас вела Татьяна Филиденгауэр. Всем приятного. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я прерву трансляцию, выложу уже существующую запись, всю запись...